не забудь подписаться и тебя ждут самые мудрые и духовные книги лучших авторов и дикторов русского интернета каждый день а сейчас пристегивайся садись поудобнее и мы начинаем то что неуловимо все ваши желания все ваши потребности все то чего вы хотите все это уже находится внутри вас ожидая своего выполнения и выражения поразмыслите над этим все мастера учителя святые мудрецы которым вы поклонялись всю свою жизнь бунда христос мухаммед моисей кто бы то ни было всегда были внутри вас ожидая что вы их выразили поразмыслите над этим единственная ваша проблема которая не позволяет этим мудрецам вашим желанием и вашим потребностям выражаться через вас и это ваш умный ум поразмыслите над этим все что вы видите в вашей жизни прямо сейчас хорошие она или плохое это результат ваших мыслей и вашей веры она не имеет никакой другой реальности она не постоянно поразмыслите над этим в этой вселенной нет абсолютно ничего что может повредить вам нанести вам физический ущерб или причинить вам боль это возможно только тогда когда ваш ум обучен верить в эти вещи поразмыслите над этим вы не имеете ничего общего ни с этим миром ни с этой вселенной ни с чем-то еще однако в то же самое время вы это вселенная вы это места вещи и другие люди поразмыслите над этим никто не несет ответственности за то где вы находитесь устраивает для вас то положение в котором вы сейчас находитесь ваше положение обусловлено законами кармы именно в этом положении вы должны находиться так что все хорошо поразмыслите над этим вы не то чем кажетесь мир не то чем кажется вселенная не то чем кажется ваш бог не то чем кажется поразмыслите над этим субстрат всего существования это абсолютный разум чистое осознавание решенное предпочтений поэтому как на этой земле может быть так называемое зло как могут быть болезни бесчеловечность человека по отношению к человеку как может на этой земле не хватать чего-то как могут быть какие-то ограничения если субстратом всего является чистое осознавание поразмыслите над этим все что вы видите с помощью ваших чувств это оптическая иллюзия поразмыслите над этим существует только один разум одно сознание одно осознавание одна окончательная реальность одна жизнь и вы есть то поразмыслите над этим чтобы освободить себе от этой оптической иллюзии этой мая он должен быть взят под контроль делается это путем нахождения его источник поразмыслите над этим вы найдете источник ума следуя за умом к месту его изначального происхождения откуда он взялся кто породил его как у вас появился ум исследуя природу истинного я вы достигнете безусловной свободы поразмыслите над этим если человек разумно исследует источник я то в конце концов он становится свободен атаков я он становится все проникающим вездесущим сознанием поразмыслите над этим ваше прошлое существует только потому что вы думаете о нем ваши страхи ваши разочарования существует только потому что вы думаете о них откуда бы они взялись если бы вы не думали о них если бы вы сами не притянули их настоящее откуда бы они взялись как бы они оказались здесь причина всех ваших проблем это вы сами поразмыслите над этим все то что вы называете хорошим вашей жизни это тоже самое что и плохое вашей жизни это и другое не обусловлено кармой и вы сами в какой-то момент создали эти вещи и сейчас вы переживаете их единственный способ удалить их из своей жизни этого поражать для кого приходят эти вещи каков их источник поразмыслите над этим кто тот кто размышляет над всеми этими вещами он должен уйти поразмыслите над этим вы не имеете ничего общего с размышлениями о чем-то ибо истина уже здесь она сияет во всей своей красе и великолепии и вы есть то поразмыслите над этим на самом деле вам ничего не нужно делать чтобы стать самореализованным вам нужно только убрать с дороги себя поразмыслите над этим поскольку нет никого чтобы размышлять почему вы размышляете над этим вы за пределами размышлений за за пределами попыток изменить обстоятельства за пределами попыток улучшить свою человечность за пределами попыток преуспеть в этом мире поскольку вы уже являетесь миром то больше ничего не нужно делать кроме того чтобы пробудиться к истине поразмыслите над этим быть самими собой не означает быть телом умом или обстоятельствами вашей жизни поразмыслите над этим все что увидите в этом мире это только вы сами вы никогда не сможете увидеть что-то еще куда бы вы ни посмотрели вы увидите себя если у вас неприятности то вы увидите неприятности повсюду если вы находитесь в покое самим собой то вы увидите покой во всем мире вы создатель вашего индивидуального мира вы его причина однако у вас есть сила чтобы изменить его вы можете сделать это обращаясь внутрь и не реагируя на вещи в этом мире чтобы там не происходило поразмыслите над этим вы же делись в определенной ситуации в которой у вас были определенные родители определенная религия и определенное окружение это все правильно это все хорошо это все именно так как должно быть используйте возможность пробудиться вместо того чтобы жалеть себя и сравнивать себя с другими используйте возможность пробудиться стать совершенно свободными отрицая все эти вещи и понимая истину о себе поразмыслите над этим вашей жизни не могут создаться ситуации и обстоятельства с которыми вы не можете справиться вам была дана сила достаточная для того чтобы справиться со всем что встречается вам на пути мудрый человек не жалеет себя он превосходит свое окружение свои обстоятельства он преобразует их обращаясь внутрь себя и понимая истину я есть брахман я есть абсолютное чистое осознавание я есть сознание я есть сад чита нанда я есть то размыслите над этим родиться человеческим существом это редкое привилегия даже если это рождение иллюзорное это единственный способ которым вы можете найти себя животное дерево минерал не могут этого сделать вам была дана редкая возможность такого рождения так что вы можете обрести самореализацию и раскрыть свою истинную природу не тратьте времени на что другое это и есть цель этого рождения стать абсолютно свободными и освобожденными поразмыслите над этим вы не знаете сколько у вас осталось времени пребывания в этом теле вас могут призвать домой завтра вы можете оставить ваше тело сегодня в этот самый час что вы делаете со своей жизнью ибо именно это определяет куда вы пойдете отсюда эта жизнь представляет собой континуум она не заканчивается она просто продолжается с того места где вы остановились вот почему люди совершающие самоубийство совершают серьезную ошибку думаю что они станут полностью свободны и освобождены наоборот у вас будет короткий отдых на одном из астральных планов а затем вы продолжите с того места на котором остановились ваша задача обрести полную реализацию стать абсолютно свободными чтобы снова и снова не идти по кругу перерождение проблемы попытки сойти с этого колеса все это детские забавы вопрошайте кто тот кто связан и станьте свободны поразмыслите над этим не думайте будто хоть что-то из того что случилось с вами с вашим телом с вашими делами было ошибочно все что случилось с вами было необходимо вы находитесь в нужном месте и в правильных условиях вы находитесь с нужными людьми вы находитесь там где должны быть мудрый человек не жалуется на свою судьбу путем самоисследования он поднимается выше он объясняет себе он вопрошает внутри себя как я попал сюда каков мой источник кто я и он становится совершенно свободен и освобожден поразмыслите над этим никогда не было времени чтобы вас не было и никогда не будет времени когда вы исчезнете для вас нет рождения нет времени когда ваше тело находится в расцвете для вас нет исчезновения есть только вечная жизнь поразмыслите над этим ум не может разрушить ум размышления не могут уничтожить ум обдумывание не может уничтожить ум единственный способ уничтожить ум это узнать для кого этот ум поразмыслите над этим вы уже свободно и освобождены и вам на самом деле ничего не нужно делать просто будьте самими собой поразмыслите над этим быть собой означает что вы не являетесь ничем другим быть собой означает что вы это не тело не ум не мир не мирские вещи быть собой означает что вы есть вечная всепроникающие истинные я она не тонет в воде она не горит в огне вы есть твой истина и я которая существовала всегда некоторые люди называют истинные я богом некоторые люди называют истинные я брахман нам некоторые люди называют истиной я чистым осознаванием без предпочтений и без осилий не имеет никакого значения как вы называете истинные я само знание что вы есть то немедленно освободит вас поразмыслите над этим на самом деле нет никого кто может что-то сделать для вас я действительно ничего не могу сделать для вас потому что я нахожусь вас между вами и мной нет никакого отличия есть только одно истинное я поэтому когда вы смотрите на меня вы видите истинное я что вы видите поразмыслите над этим поразмыслите о том кто размышлял все это время спросите себя кто я почему так трудно стать чистым безупречным истинным я для кого это трудно спросите себя почему я считаю что я человек и должен испытывать все эти переживания кто человек кто должен испытывать все эти переживания спросите себя поразмыслите над этим хватит размышлять не стесняйтесь задавайте вопросы вы и так уже переразмышлялись о роберт вы говорите следуйте за я мыслью к источнику а если источник яблочное пюре смех источник существует до тех пор пока вы человек если вы человек то вы личность в леди когда работали над собой вы должны следовать к источнику я мысли но когда вы пробуждены то оказывается что источника никогда не было вот почему я всегда говорю яблочное пюре поскольку источник существует только в той мире в какой существует тело в какой существует мир в какой существует вселенной для кого существует источник для человека который должен его найти поэтому если вы ищите источник если вы идете по направлению к источнику если вы делаете это бесконечно то источник и все его проявление целиком и полностью исчезнут получается что есть момент когда человек находится на грани просветления когда он говорит о вот и источник а после этого источник исчезает нет он не скажет о вот и источник ибо не останется никого чтобы сказать это до тех пор пока вы говорите о вот и источник остается видимость яга ума который говорит это если вы действительно пробуждены то не останется ничего что нужно было бы сказать ничего что нужно было бы сделать ничего чем нужно было бы быть сам источник это творение ума до сам источник является творением ума но до тех пор пока вы используете свои человеческие возможности для того чтобы найти себя нам приходится говорить об источнике похоже будто мы ищем в темной комнате черную кошку который там нет смех именно это вы не делаете но кто ищет того кто ищет не существует тем не менее вы должны делать все эти вещи чтобы пробудиться вообще-то это не совсем так вы не должны делать эти вещи но вам нравится делать их иначе вы просто пробудились бы и были бы свободны прямо сейчас подумайте что не дает мне пробудиться прямо сейчас ученик тихо смеяться мышление то что я считаю себя человеком конечно причем не важно чем вы думаете кто позволил вам думать смех вы смех я пытаюсь сделать так чтобы вы прекратили думать чтобы вы отодвинули своему сторону и освободились от него многие из вас считают будто думать очень важно вам кажется что если вы не будете думать то ваш мир развалится напротив если бы вы не думали то стали бы спокойными и счастливыми людьми вы пребывали бы в полном покое вы были бы абсолютно счастливы и вы всегда делали бы все правильно но из-за того что вы считаете будто вы должны думать возникают проблемы они приходят и уходят вы меняете одну мысль на другую и вы продолжаете играть в эти игры сами собой и так до тех пор пока вы не доберетесь до фактов пока вы не доберетесь до того места где захотите перестать думать и захотите быть освобожденными где вы сделаете это самым важным делом своей жизни вы должны быть абсолютно честно с собой спрашивая себя что самое главное в моей жизни не дурачьте себя главное в вашей жизни то о чем вы думаете большую часть времени если вы верите будто что-то где-то может быть не так то вы очень сильно сдерживаете свое освобождение одной только мыслью будто что-то не так с вами или с миром или с кем-то еще сама эта мысль сдерживает вас связывает вас держит вас в рабстве разорвите это рабство избавившись от боязни остановить свои мысли всем сердцем ощутите что ничто в этой вселенной никогда не может причинить вам вред и не хочет сделать вам больно вашей жизни не было ничего не нужного все хорошо если вы видите себя именно так то ваше сознание будет расширяться и вы будете очень быстро прогрессировать на этом пути роберт главное что я получил за сегодняшний вечер это чувство безнадежности когда я увидел какую я создал себе тюрьму из всех этих мыслей ощущений и мнений это похоже на тиски к которым привыкла я они кажутся такими крепкими как будто ты не можешь открыть дверь как будто она заперта и каждое новое ощущение каждой новой мысль еще один замок на дверь на которой так миллион замков можете ли вы как-то прокомментировать это да конечно вопрошите кому это приходит чья это проблема до тех пор пока вы думаете о себе какая джорджа то эта проблема джорджа затем вы начинаете видеть что вы не джордж что вы никогда не были джорджем что джордж это просто имя данное вам при рождении в действительности вы это все проникающее сознание нет никаких замков их никогда не было вы не связаны не было никогда никакого рабства это подобная история человеке который был брошен в темницу и много лет пробыл в подземелье о нем совершенно забыли ему просто каждый день бросали еду в камеру и так он сидел в тюрьме год за годом он плакал и причитал как меня угораздило попасть в это рабство как я очутился в подземелье как он жалел себя но просидел в тюрьме много лет он очень рассердился на себя и однажды сказал меня больше не волнует жив я или мертв меня больше не волнует то что я сижу здесь меня вообще больше ничего не волнует и он ударил головой о стену потом он ударил головой о дверь своей камеры его чудо дверь была не заперта дверь всегда была открыта она никогда не была заперта затем двадцать с лишним лет что он находился в тюрьме это дверь никогда не была заперта на замок только тогда когда он решился встать во весь рост когда ушел весь его страх только тогда он обнаружила что дверь была открыта и он просто вышел из тюрьмы никто не узнал его никто не помнил о нем никто не видел его в течение двадцати лет и он был совершенно свободен на самом деле никто никогда не был связан нет никого чтобы становиться свободным вы есть брахман и вы всегда были чистым осознаванием и это ваша реальность это вы и этот парень открыл дверь и вышел когда вы понимаете что вы это вы тогда вы становитесь везде сущностью всепроникающим сознанием я не знаю возможно это будет интересно в музее индустрии и науки на стенах изображены все галактики и они рассказывают про эти галактики возраст одной звезд примерно 20 миллионов лет и они утверждают что эта звезда сделана из материала имеющего точно такие же свойства что и материал из которого сделаны человеческие существа это было в некотором роде вы знаете это приводит в трепет все эти вещи заставляют нас хорошо себя чувствовать это просто означает что люди это микрокосмом макрокосме внутри вас целая вселенная отличие между двумя атомами эквивалентное отличие между двумя планетами а если вы углубите структуру атома если вы углубите себя то найдете сопоставимое вселенной и в этих вселенных тоже есть атомы если углубиться в структуру уже этих атомов то у них тоже есть вселенная и так без конца бесконечно невероятно но остается вопрос кто вы тот кто испытывает переживание этого и это именно то что вы должны выяснить скажите роберт находятся ли наши мысли только внутри мозга или эти мысли существуют подобно атомам находящимся за пределами мозга а мозг представляет собой антенну принимающую мысли мозг это часть тела и тело само по себе эта мысль поэтому то что вы называете мозгом эта мысль на самом деле мозг ничего не принимает он предстает как мысль как то что вы можете думать о других людях других местах других вещах но в действительности это только результат ума или эко или я мысли все это синонимы мы можем сказать что эго ум представляет собой нечто вроде узла между я мыслью и личностью если этот отдел вырезан то все сливается в истинное я в сердце вы становитесь совершенно свободны таким образом все мысли которые есть вашем мозге приходят из ума когда ум уйдет тогда мозг будет выступать в качестве простой функции тела служащий для поддержания вас жизни для поддержания вас в таком состоянии в котором вы находитесь сейчас отличие будет только в том что вы будете знать что вы это совсем не то тем не менее вы сможете прекрасно функционировать все будет сделано так как оно должно быть сделано и вы будете пребывать в покое а роберт существует ли ум в состоянии глубокого сна кто помнит про я в глубоком сне я истинная существует и в глубоком сне ум не существует в глубоком сне существует свидетель сна вот почему когда вы встаете это можете сказать я спал хорошо я спал прекрасно подумайте о том что вы имеете ввиду когда говорите я спал хорошо я спал прекрасно если бы у вас были сновидения вы бы сказали я видел сон а когда вы бодрствуете подобно тому как вы кажетесь бодрствующим сейчас тогда вы говорите я бодрствую но обратите внимание на то что я была свидетелем всех трех состояний сознания бодрствующего состояния состояние сновидения и состояние глубокого сна когда вы обнаруживаете кто есть это я тогда вы понимаете что я это брахман это сад читананда и нет никого чтобы спать нет никого чтобы видеть сны нет никого чтобы находиться в этом сознании которое кажется реальным состояние бодрствования это просто еще одно сновидение вот и все так что выясните что это за я которые видят это которые свидетельствует это и вы станете совершенно свободно и от всего сразу а роберт у меня был инсайт который мог бы быть полезным для кого-то еще на меня сейчас дошло что каждый раз когда я из страха попасть неловкое положение сдерживался и чего-то не делал или чего-то не говорил тогда я только усиливал свое века правда вы также говорите что я на самом деле независимо от всего что происходит моей жизни да но она отождествляется с происходящим и она думает что это действительно происходит со мной точно а на самом деле это не так это происходит с маленьким я но она не имеет ничего общего с вами все эти события переживает маленькая я я мысль но если вы действительно сможете отделить себя от маленького я то увидите что вы никогда не имели никаких это я которые свидетельствует я это свидетельствовать но в действительности я это я есть я не то в действительности брахман и мы думаем что я но мы отождествляемся с ним мы отождествляем себя с маленьким я и мы думаем что маленькое я это мы у меня есть тело у меня болит я чувствую то я чувствую это таким образом мы так сказать принижаем брахман до уровня материального мира но если мы продолжаем искать истинное я исследовать за маленьким я-то маленькая превращается в брахман я становится я есть которым она была всегда до которым она была всегда она просто взяла небольшой отпуск точно а почему она это делает такой глупый процесс на самом деле она этого не делает вы должны спросить у себя с кем она это делает кто верит в это ну понятие отдельного я возникает из чистого сознания откуда еще она может взяться не откуда же она взялась откуда взялась вода в мираже ее там нет точно смех и это оптический обман мы говорим об этих вещах и чтобы объяснять эти вещи мы должны пользоваться словами и в результате мы получаем самую разнообразную бессмыслицу если бы вы только могли понять что ничего не существует что никакая вещь на самом деле не существует в том виде как вы думаете тогда вы поймете что сознание ничего ни с чем не может сделать сознание это самодостаточное чистое сознание она знает только себя она не знает ничего кроме себя она знает себя как абсолютную реальность она действует как экран для всех этих каракулис и это этап который мы тоже проходим мы используем изображение на экране это просто изображение да на самом деле это не имеет ничего общего с сознанием но мы считаем сознание экраном на котором все это написано да но это неправда нет на самом деле нет почему мы говорим так будто это верно потому что мы отказываемся сидеть в тишине если бы мы сидели в тишине то поняли бы что все это ложь когда я пытаюсь сидеть в тишине с вами ребята в течение часа или около того вы начинаете выражать недовольство вы звоните мне по телефону и говорите роберт почему бы вам не рассказать что-то почему бы вам не пообманывать нас еще немного именно это я и делаю все это время смех а учитывайте ли вы также мнение людей которые предпочитают пребывать в безмолвии но к счастью людей которые хотят чтобы я говорил больше чем людей которые хотят чтобы я молчал новый же большой мальчик и не должны следовать тому что хотят эти люди ну я нахожусь здесь чтобы быть полезным и поэтому когда я здесь мы немного говорим и немного пребываем в безмолвии мы делаем то что должны делать они могли бы мы для тех кому это интересно провести один вечер в полном безмолвии я полагаю что могли бы если безмолвие внутри нас то как мы поддерживаем его если мы не поддерживаем его если безмолвие внутри вас то как вы поддерживаете его если вы не поддерживаете его возможно я пребываю в неправильном безмолвие и даже неправильная тишина превратится в хаос вы услышите плач и скрежет зубов смех это даст прекрасную возможность наблюдать наш обезьяний ум объективизировать его конечно это то что мы делаем так или иначе в любом случае смотрите свидетель махинации ума конечно мы делаем правильные вещи только если человек медитирует или сидит в тишине он может знать что я имею ввиду я думаю что в моем уме все время что-то происходит всегда происходит эта чепуха я думаю о том что представляет собой мир верно конечно но вы думаете что это мир вы верите в это вы можете создать мир всегда помните что все находится в состоянии постоянного движения в этой вселенной нет ничего основательно ничего какого ничего основательно все находится в состоянии движения ум это энергия вызывающие изменения он преобразует энергию в того что вы верите вот почему некоторые школы метафизики так много говорят об уме они говорят что он это самый эффективный инструмент который у вас есть и что вы можете стать чем угодно думая об этом и вы можете но на самом деле вы с помощью своего ума тяните себя обратно в мая это правда используя своем вы действительно можете сделать все что угодно но выше истина заключается в том что ваш уровень понизится вы будете тянуть себя вниз высшее учение состоит в том чтобы уничтожить ум чтобы целиком и полностью избавиться от него тогда на первый план выходит абсолютная реальность роберт какой бы отличной штукой не был чистый свидетель все равно он этой часть двойственности чистый свидетели находится за пределами двойственности но это не реализация разве нет свидетеля который испытывает переживание свидетельствование объектов разве это не двойственная ситуация да конечно вы можете назвать ее двойственной это вопрос из двух частей конечно а какая вторая часть хорошо возможно слова чистый свидетель давайте предположим что это какой-то свидетель который в отличие от нормального человеческого переживания может чудесного волшебным и отстраненным образом переживать свидетельствование других так что я думаю вы уже ответили на первую часть вопроса я думаю что на пути к реальности это в конце концов должно уйти да и что растворяется чистый свидетели может быть сравнен с экраном я думаю что вторая часть вопроса является в некотором роде спекулятивной но я пытаюсь понять эту реальность чем бы она ни была может ли быть так что некоторые люди болтаются в этом пространстве свидетельствования больше чем другие но конечно все это вполне возможно люди болтаются где угодно должен ли я провести определенное количество дней в свидетельствовании прежде чем мы сможем это и есть ваш вопрос сначала это был один вопрос но я остановился на середине его чтобы суметь понять его теперь я буду молчать смех экран это свидетель всех наложенных на него изображений экран подобен бумаги на которой накладывается напечатанный текст вы печатаете на бумаге но если у вас не было бумаги вы не смогли бы печатать на ней чтобы иметь возможность печатать вы должны иметь бумагу поэтому мы читаем слова мы смотрим на изображение и забываем о бумаге на которую все это наложено слова накладывается на бумагу то же самое с нами на самом деле вы подобное экрану или бумаги а все образы мира накладывается на вас печатается на вас в каком-то смысле вы можете считать это двойственностью но это очень высокое состояние двойственность роберт можете ли вы рассказать о нескольких видах переживания свидетельствования вы можете конечно говорить о переживании свидетельствования о пребывании свидетелем или освидетельствование объектов будь то мысли физические объекты или ощущения вы можете говорить о таких переживаниях но разве нет другого рода свидетельствования того на который вы часто ссылаетесь того что не имеет конкретного разделения между свидетелем и тем что свидетельствуется до тех пор пока вы свидетельствуете должно быть что-то что вы свидетельствуете должен быть объект свидетельствования а иначе вы не сможете быть свидетелем существует какой-то вид осознания того что происходит который включает в себя нечто подобное даже если нет никаких так сказать объектов вы говорите о времени а я говорю о парадоксе пребывания истинном я и о видении изображений это является парадоксом когда вы реализуете свое истинное я как истинное я то это способ которым джиняне находящийся в теле видит мир джиняне видит мир как истинное я все есть истинное я и это никогда не забывается все это экран а все изображения люди места и вещи наложено на джиняне джиняне осознает следующее что он или она это все проникающие везде сущность нет ничего кроме истинного я которые есть выражение джиняне джиняне способен видеть и то и другое он видит объекты которые видит средний человек но он видит их как истинное я таким образом когда вы добираетесь до этой стадии ум немного пугается потому что вы не можете объяснить это нет таких слов чтобы объяснить это конечная никогда не может постичь бесконечное но достаточно сказать что существует только истинное я и что все хорошо теперь давайте некоторое время посидим в безмолвии мы не медитируем мы просто сидим в тишине наблюдая наши мысли смотрим что происходит внутри не пытайтесь изменить свои мысли или отталкивать их просто смотрите наблюдаете и все само позаботиться о себе и это еще не все задавайте вопросы наши эксперты и постоянные зрители стараются отвечать на все комментарии также проверьте не забыли ли подписаться и поставить колокольчик чтобы получать оповещения о новых аудиокнигах и других полезных для саморазвития материалах которые выходят у нас каждый день присоединяйтесь дискуссиям не забывайте про лайки по возможности вдохновению поддерживайте понравившихся авторов и развития канала материально все ссылки как всегда будут в описании и первом комментарии всем добра любви и мудрости а сейчас переходите к просмотру следующей части данного видео по ссылкам ниже или выбирайте среди тех которые увидите перед собой на экране а а